Всем привет! Продолжаем, продолжаем изучать спринг, спринг. Значит так, что я сделал, что я сделал? Чуть-чуть опять сделал небольшие правки, чтобы выглядело более-менее прилично. Ну и всё. Ну и всё. Но, в принципе, этим мы сегодня пользоваться не будем. Так, показал, что использовал эту ксс-библиотеку и здесь добавил контейнер и классы кнопкам. Так, ладно-ладно, это не столь важно, а важно-важно, что сегодня важно. Сегодня я хочу поговорить немного о контейнере. В первом видео я сказал, что спринг работает по принципу матрёшки. Что я имел в виду? А имел в виду следующее, что мы, что когда-когда наше приложение работает в спринг-контексте. То есть, наши классы обслуживают некий спринг-контект. Чтобы лучше это понять, вот это спринг-окружение, которое нам предоставляет, спринг-фреймворк, идём в главный класс и посмотрим, что возвращает нам вот этот метод run. А возвращает он нам нечто интересное, какой-то аппликейшн-контекст. И это, собственно, то, что мы ищем. И то, что нас интересует, то, о чём я сейчас только что говорил. То есть, вот эта вот функция нам вернёт, запустив некоторый спринг-контекст, который, в свою очередь, будет настраивать и управлять всем нашим, всеми нашими классами, нашим приложением, по сути дела. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Для этого я сделал, сделаю сперва некоторые подготовительные действия. Давайте создадим, создадим, создадим сервисы. Сервисы, сервисы, сервисы. Давайте создадим сервис. А-а-а-а. А-а-а. да давайте создадим значит интерфейс sound animals что я имею ввиду а имея ввиду следующие нас я создам интерфейс и сделал множество реализации со звуками со звуками разными то есть у меня вот конкретно реализация cats конкретно реализация dogs и все они будут отдавать какой-то какой-то звук и мы это будем тестить покажем пока покажем и дело сразу несколько чтобы показать некоторые еще особенности помимо помимо собственно окружение давайте здесь не мудро стоя лукаво сделаем очень по простому sound все то есть это будет наш основной интерфейс так создал я его не там где хотел так теперь мне нужно создать реализация реализация поехали как sound extent sound animals ой какой же extent у нас же интерфейс момент и здесь мы так первый создали теперь создадим с этим еще один м-м-м-м-м-м-м-м-м ой вне смена у собак это у нас звук ВУФ ОК и давайте еще один сделаем AltInsert AltInsert Horse HorseSound HorseSound Значит у нас снова Implements SoundAnimals Так Вот у нас есть реализация некоторых сервисов Угу Теперь 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 что сделаем Теперь мне нужно всем им прописать сервис сервис Что это у нас бины Так Все сделали Все сделали Теперь идем в главный наш метод и начинаем небольшую магию показывать то что не всегда очевидно Application Context Application Context Назовем коротко CTX И теперь пытаемся из этого контекста вынуть из этого контекста давайте вынем просто CatSound 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 И пытаемся забрать бин Пытаемся забрать бин По дефолту Что Когда вот у нас окружение поднимется Найдутся вот эти бины Их название будет как название классов только первая буква будет с маленькой буквы с маленькой буквы Так Вот с маленькой буквы И теперь мы 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 пытаемся с помощью контекста забрать его То есть мы пытаемся из контекста попросить его руками Попросить его руками Обычно мы так делать не будем Но для понимания скажем некоторого представления что существует контекст в котором живут вот эти бины Возьмем возьмем и продемонстрируем то есть пишем cat sound cat sound и вот мы попросили у нашего контекста наш бин сделали приведение типов и теперь мы запустим мы запустим метод еще так 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 вот я запустил приложение и как мы видим мяу 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 в котором активируется контекст контекст управляет нашими классами эти классы в контексте скажем так называются бинами контекст управляет этими бинами он их обычно обычно мы не просим вот таким вот способом типа эй контекст дай-ка нам бин какой нет обычно мы используем метод как вот здесь в контроллере мы просто говорим что вот тут должен быть у нас такой-то бин и давай-ка спринг обеспечь нам это дело поставляй нам нужный бин вот так вот дело происходит а потом мы просто описываем что мы хотим сделать так конечно мы на самом деле тут могли вызвать контекст и попросить у него но нет 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 так следующую небольшую тему которую я здесь хотел бы значит еще рассказать это если мы заметили вот тут вот мы выбрали интерфейс а вот здесь мы по сути дела просили конкретный класс то есть спринг спринг может работать как с классами так и с интерфейсами то есть то есть мы можем напрямую сразу попросить нужную нам нужный нам класс либо мы можем интерфейс попросить а спринг за ширмой поставить нам нужную реализацию интерфейса предпочтительнее понятное дело юзать интерфейсы это нам дает большую гибкость как минимум в приложении так что тут еще то есть в рантайме там каким-то образом разрешается какой интерфейс юзать если интерфейс имеет несколько несколько реализаций то у нас возникнет конфликт то есть давайте продемонстрируем давайте продемонстрируем до этого будем использовать наш home controller и давайте создадим приватное поле приватное саунд так вот я добавил 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 а чего он подчеркнут окей итак это значит наша идея просто предупреждает а возможно проблема а каких проблем а вот таких проблем то что данный интерфейс имеет множество реализаций вот здесь нам даже подсказка consider making one of the bins as primary то есть нам предлагают разрешить данную проблему назначив один из из одну из вариаций вот наших сервисов как в primary либо использовать квалифайер то есть spring context не знает что что сюда нужно конкретно подставить какую реализацию мы здесь используем интерфейс и так можно сделать если бы у нас была бы всего одна реализация никаких бы проблем у нас не возникло для этого для этого давайте воспользуемся сперва квалифайером а потом посмотрим primary primary так что пишем квалифайер и здесь в скобочках нужно указать имя бина то есть вот я запустил приложение пометил и воспользовался теперь каждый раз когда мы обращаемся по корневому каталогу здесь должна быть срабатывать вот такая надпись как вы видите я уже протестировал и можно еще раз вот вот у нас второй раз появилось то есть мы разрешили конфликт то есть когда у нас несколько реализаций но мы в нашем классе желаем использовать интерфейс то есть использовать по сути дела полиморфизм да то что чтобы разрешить данный конфликт мы должны использовать один из двух механизмов либо механизм квалифайер либо механизм primary в смысле использовать соответствующие аннотации в смысле давайте сделаем сейчас воспользуемся вторым возможным решением это один из одну из реализаций нашего одного из реализаций нашего нашего интерфейса sound animals пометить как primary то есть всякий раз когда будет какой то конфликт то будет вызываться именно primary естественно вы должны понимать что primary может быть только один как сделать primary больше мы поговорим чуть больше ой чуть дальше так что давайте снова перезапустим приложение так это у нас сработал bin напоминаю вот мы здесь вызываем вытягиваем вытягиваем самостоятельного контекста сейчас мы тестируем наш контроллер и мы знаем что у нас должно быть должно быть в так что поехали и в действительности мы видим то есть когда у нас есть какой то интерфейс у него множество реализаций для разрешения конфликтов у нас существует два основных метода это метод использовать аннотацию квалифайер и прописывать имя 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 бина имя бина обычно если мы не указываем специальным специальным образом совпадают с именем класса только первого бука с маленькой буквы так либо мы используем аннотацию primary то есть помечаем тот скажем так дефолтное поведение дальше 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 чтобы но допустим у нас проект реально большой вообще реально большой проект и мы мы используем множество разных окружений скажем так для тестирования скажем в девелопменте мы например могли бы использовать встроенную базу данных типа H2 то есть базу данных имейвера а скажем в другой версии мы могли бы например использовать уже нормальную базу данных как это можно было бы сделать для этого и в спринге есть внедрили следующую идею идею профайлов то есть смотрите что я введу мы пишем вот здесь профайл профайл и здесь пишем название напишу здесь док здесь я также веду аннотацию праймари у кота и профайл 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 я веду кат теперь 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 идем идем в наш контроллер а зачем мы сюда нам не нужно нам нужно теперь зайти в application property в application property и здесь нам нужно прописать нужно прописать так профайл вот профайл с активити у нас здесь два варианта сразу подсказку нам идея дает люблю идея за эти удобные вещи итак кат или док то есть это другой вариант настроить окружение то есть разрешить конфликты или сделать нашу разработку более удобной то есть допустим в одном варианте мы хотели бы чтобы у нас срабатывал primary как как кат а в другом например primary как док то есть давайте сперва посмотрим как кат вот еще раз покажу у нас два primary но в зависимости от того какой профайл скажем так какой скоб мы какую область мы используем будет запущен за соответствующей primary то есть либо док либо кат мы указали например сейчас кат так что соответственно мы должны будем мы должны будем мммм мммм в ответ у нас должен быть здесь мяу 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 да? так что давайте запускаем и проверяем запустил приложение обращаюсь к нему и в действительности мы видим мяу теперь теперь давайте здесь мы изменим на док снова перезапустим наше приложение ммм прошу заметить так как мы здесь указали док то выскочила ошибка то есть ммм наш кат он больше недоступен то есть ммм закрыл вот наш вот этот кат он больше недоступен мы им не можем воспользоваться то есть мы его даже в окружении не видим его то есть спринг нам подставляет разные возможности организации ммм спринг окружения которое нам будет подставлять соответствующие бины поэтому здесь например мы могли бы написать хорс и соответственно нужно здесь поправить на хорс хорс и теперь хорс то у нас виден окат у нас не виден под профайлом под профайлом опять я закрыл под профайлом док теперь поехали тестировать собственно наше приложение и что мы видим мы видим что теперь мы работаем под профайлом док что соответственно у нас запускается у нас primary сервис primary 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 имплементация нашего интерфейса будет док еще здесь стоит упомянуть что существует такое понятие как дефолт 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 то есть когда мы не указываем в окружении ничего давайте здесь терем а здесь напишем дефолт 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 и теперь мы ожидаем увидеть мяу вот я снова запустил приложение запускаем наш контроллер в действии и видите мы видим мяу так идея тут немного подключила ну вот вот мы видим мяу вот мы видим и пожалуй так с настройкой с настройкой тут разобрались теперь последнее о чем я сегодня хотел поговорить это 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 где у нас контроля это то каким образом мы можем сказать контексту какой способ мы используем чтобы внедрение зависимости то есть вот этот способ это у нас способ использования через контроллер ой через какой контроль через конструктор то есть вот во время создания данного бина spring контекст автоматически будет использовать этот конструктор и поставит нам вот эти вот две нужные зависимости другие другие возможности это через поле мы могли бы вот так вот также пишем autowire вместо конструктора либо мы могли сделать это над сеттером то есть у нас был был метод сеттер и над ним мы могли бы указать autowire разница разница в чем разница а тут зависит от вашего приложения примеру сеттер сеттер он по-хорошему то есть когда мы используем метод сеттера вот допустим и здесь бы у нас было по autowire здесь нет ну уже железной гарантии что у нас целостная объект плюс когда у нас есть сеттер мы по идее можем переписать наше значение хотят и так ладно ключевой момент что у нас не стопроцентной гарантии что инъекция произошла когда мы используем конструктор то есть когда создастся объект у нас сразу все зависимости есть ключевой момент по моему вот где вот реально сказывается разница между 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 способами инъекции скажем между сеттером и конструктором это когда у нас есть циклическая зависимость то есть есть некий 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 объект а которому нужна зависимость б объекту б нужна зависимость объекта а то есть у объекта будет внутреннее поле на б а объекта б будет внутреннее поле на а и его здесь конструктор не поможет и нужно будет использовать сеттер сеттер, сеттер, сеттер потому что понимаете, будет конфликт A будет пытаться создать инициализироваться, но ему для этого нужна зависимость от B B будет пытаться инициализироваться а ему нужна будет зависимость от A то есть, своеобразный дедлог получается и здесь поможет механизм сеттеров то есть, мы инъекцию будем через сеттеры делать ну, пожалуй, на сегодня все увидимся в следующий раз поговорим о GPA поговорим о GPA и и и и и затем нам, по идее, посмотрим какие возможности есть конфигурации конфигурации сразу сделал анонс, что Spring предоставляет нам три типа конфигурации это мы можем использовать old school это xml это мы можем аннотации как бы здесь вот делаем мы сейчас либо java-base configuration то есть, у нас будет отдельный файл с аннотацией configuration и в нем мы прописываем будем прописывать методы, которые поставляют соответствующие зависимости вот такие дела а gpa gpa это у нас мы рассмотрим какую-нибудь более сложную модель как настроить ее для связи с базой данных для отображения базы данных все увидимся в следующий раз see you next time